Вместе против экстремизма. Форум Югра Многонациональный открылся в Ханты-Мансийске. Как будут учиться наши дети? В Сургуте встал вопрос о длине школьной недели. Мощный разгром. Первая домашняя игра университета Югры против ЦСКА-2 в Российской Суперлиге. Югра приняла участие в четвертом форуме малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС в Уфе. Нашу делегацию возглавил директор департамента экономического развития региона Николай Милькис. В ходе форума был представлен доклад о приоритетах развития лесопромышленного комплекса Югры. Ханты-Мансийский автономный округ входит в пятерку субъектов России по обеспеченности лесосырьевыми ресурсами. Продукция деревообработки экспортируется в 23 страны мира. В основном в Канаду, Великобританию, Казахстан, Египет, Иорданию и Китай. В планах комплексная модернизация завода МДФ в поселке Мортко Кандинского района. Увеличение мощности производства завода Югра Плит, создание фабрики по выпуску СМОЛ в советском районе. Общий объем инвестиций по этим проектам составляет более 5,5 миллиардов рублей. На ближайшие 7 лет в округе увеличат экспорт продукции глубокой переработки древесины и обеспечат условия для развития новых производств и, соответственно, рабочих мест. В Ханты-Мансийске открылся второй региональный форум национального единства «Югра-многонациональная». В течение трех дней здесь обсудят задачи по решению проблем экстремизма и национальной терпимости. Сейчас на территории Югры проживает 124 национальности. На площадках форума будет вестись диалог по сохранению и развитию доброжелательных этноконфессиональных отношений, обеспечению гражданского мира и согласия, общественно-политической стабильности на территории нашего региона. Кроме круглых столов, участники, это более 700 человек, посетят выставки, показы МОЦ, соревнования по этноспорту. Среди гостей форума делегация из Китая. На мой взгляд, национально-культурное и общественное объединение – это стержень единства, добрососедских отношений, духовной общности, многонационального мира. Внесли изменения. В Сургуте прошла корректировка главного планового документа города «Стратегия развития 2030». Подобные модификации проходят во всех городах Российской Федерации. Связано это с тем, что все муниципальные программы со следующего года должны соответствовать документу «Стратегия развития». Только в таком случае будет возможно обеспечение средствами городских проектов. Ранее такой жесткой увязки со «Стратегией 2030» не было. Теперь же документ станет объектом и финансового контроля, и надзора со стороны прокуратуры. Наши разработчики этого проекта хотели отметить, что учли преемственность в документах, которые были… Та основа, которая была заложена, мы на них опирались, и то новое, что было предложено с учетом того, что я говорил выше, постарались учесть. Корректировка вызвана появлением и изменением ключевых нормативных документов. Первый – это майский указ президента России о национальных целях и стратегических задачах развития России до 2024 года, а также актуализированной стратегией социально-экономического развития Югры до 2030 года. Несмотря на реновацию сургутского планового документа, он сохранил преемственность. За три года существования проект признан успешным. Только по одному вектору образования достигнуты цели по масштабному внедрению в детские сады и школы робототехники, обучению детей инженерным специальностям, открытию кванториума. Самый главный и приоритетный проект в этом разделе, который был, есть и будет – это кампус. Мы хотим, чтобы этот кампус работал на те промышленные предприятия, которые сегодня у нас есть и которые в перспективе будут. У нас сегодня создан в 2017 году индустриальный парк. Это тоже один из проектов действующей стратегии. Этот индустриальный парк должен на своих площадях привлечь таких резидентов, которые будут формировать, изготавливать инновационную продукцию для кого? Для промышленных предприятий, которые работают здесь, на Сургут. В Югре собираются решить проблему субсидий для молодых семей. Реализация региональной программы забуксовала. Финансирование для выплаты ассигнований было сокращено. Люди в течение года не раз выходили на акции протеста. Состоялись несколько встреч с губернатором автономного округа. Сегодня в парламенте и правительстве региона проблему признают. Однако для того, чтобы ее закрыть полностью, необходимо более 20 миллиардов рублей. Найти такую сумму единовременно невозможно, потому как есть и другие приоритетные проекты. Однако уже принято решение об увеличении суммы траншей, направляемых на выплату субсидий. В этом году порядка полутора-двух миллиардов рублей выдано. И вопрос, как я знаю, маем 2011 года будет завершен. В следующем году, может быть, или в декабре будут выделены еще дополнительные средства. То есть задача поставлена траншами выделять средства для того, чтобы эти вопросы закрыть. Еще один вопрос, который беспокоит участников окружной программы «Доступное жилье молодым» – исключение из числа претендентов на финансовую помощь тех семей, в которых одному из супругов исполнилось 36 лет. Депутат окружной думы посоветовал обратиться в суд. Уже есть примеры, когда такие семьи восстанавливали в правах. «Пятидневка или шести» – этот вопрос стали активно обсуждать родители Сургута в социальных сетях в последние дни. Некоторые инициативные мамы и папы даже организовали сбор подписей под петицией, которая бы обязала учебные заведения города организовать уроки только в будни. Департамент образования по этому случаю собрал пресс-конференцию. Журналистам разъяснили, для того, чтобы перейти на пятидневку, не нужны специальные законопроекты. Формат учебной недели определяет каждая образовательная организация самостоятельно. Однако есть ряд серьезных аргументов в пользу того, что дети ходят на уроки и по субботам тоже. Во-первых, равномерное распределение нагрузки. В последний учебный день в расписании, как правило, стоят простые предметы, но его наличие практически нивелирует необходимость седьмого урока в будни. При переходе на пятидневку этого избежать не удастся. Например, если у шестиклассников три дня было по пять уроков, три дня шесть уроков, то здесь все пять дней по шесть уроков. Если у семиклассников не было совсем седьмых уроков, то при пятидневке у них получается два дня по семь уроков. У старшеклассников десятых-одиннадцатых вообще получается практически каждый день семь уроков. Во второй смене седьмой урок будет заканчиваться после восьми часов вечера. То есть времени на отдых у ребенка почти не останется. Не стоит забывать о длине светового дня в наших условиях, а также о количестве актированных дней и карантине, которые регулярно вводят в образовательных учреждениях во время эпидемии гриппа и ОРВИ. В департаменте также посчитали, что при переходе на пятидневку у школьников полностью выпадут примерно 105 учебных часов. То есть усвоение программы пойдет не в полном объеме. Отметим, что в Стругуте есть пять пилотных площадок, где в тестовом режиме идет постепенный переход на пятидневную схему обучения. Одна из них – это начальная школа «Перспектива». Директор заведения Елена Запольская отметила, что у детей был достаточно серьезный показатель в части успеваемости. Повторный срез сделают через два года, однако уже сейчас ее беспокоит частичное выпадение занятий в классах «Перспективы». Получилось, что 12 дней карантина и 14 актированных дней. Получается, что дети в иных формах получили 115 уроков. Это 14% от общего объема часов. Я считаю, что это очень много. И получается так, что вместо 34 учебных недель они фактически приходили в школу 29 учебных недель. Это меня не может не тревожить в плане пятидневной учебной недели. Субботу в «Перспективе» посвятили внеурочной деятельности. Некоторые ребята приходят на занятия с родителями, некоторые сами. В расписании шахматы, экономика для малышей, читать можно, волонтерские уроки, дискуссионный клуб. Стоит отметить, что четвертые классы в «Перспективе» все же пока учатся и по субботам. В департаменте образования планируют провести общегородское родительское собрание, на котором эти моменты разъяснят подробно. В ГИБДД Сургутского района подвели итоги деятельности за 9 месяцев. В инспекции отмечают существенное снижение показателей аварийности и тяжести последствий в столкновениях. Так, с начала января по конец сентября произошло 118 ДТП, в которых 178 человек получили травмы и 13 погибли, что в 4 раза меньше предыдущего периода в 2017-м. За это время было уже 50 погибших. Падение аварийности зафиксировано и с участием несовершеннолетних участников дорожного движения. Небольшой рост заметен лишь по показателю аварий с участием юридического транспорта. Также остается актуальная тема – это управление водителем в состоянии опьянения и допущенные ими ДТП. В этом году у нас допущено 4 дорожных трассы происшествия, где у нас 8 человек пострадало. В прошлом году было 12 ДТП, в которых 12 человек погибло, 11 пострадало. Также зарегистрировало у нас 12 ДТП в этом году с участием водителей в состоянии опьянения и отказавшихся от прохождения медицинского свидетельствования. Первый домашний сургутский баскетбольный клуб «Университет Югра» дебютировал перед своими болельщиками в новом чемпионате российской суперлиги. Соперниками «Северян» стала вторая команда одного из самых титулованных клубов Европы – ЦСКА. Молодежь армейцев не смогла ничего противопоставить сургутянам и крупно уступила. Как это было, расскажет Дмитрий Круковец. В первом домашнем матче нового сезона сургутский университет «Югра» был настроен только на победу. С соперником повезло. Гостем сургутян стал столичный клуб «ЦСКА-2», который, как и студенты, потерпел на старте турнира два поражения. Игру «Северяне» начали очень активно, реализовав 12 атак из 21. При этом 6 попаданий из 9 были трехочковыми. По итогам стартовой 10-минутки почти разгром 33-16. Не только плохая четверть. Вся игра была негативная для нас. Приехали мы 10 человек. Из них один малейка травмировал руку. Один из основных центровой остался в Москве, так как получил травму. Приехали 10 человек. Хотели показать добротную игру, но не вышло немножко. Не справились прежде всего в защите. Университет продолжил громить соперника и во второй четверти. При этом чуть ниже стала результативность. Армейцы попытались поправить игру в защите, но сами увязли в оборонительных комбинациях сургутян. 56-28 после первой половины матча. Очень дисциплинированно играют. Тренеры у них очень сильные. И в прошлом году, и в этом году уже показывали, что они не слабая команда. Мы хорошо начали. Все попали. Даже сложные броски первые, что ЦСКА наоборот промазали. Заделали с самого начала отрыв. Небольшой задел сделали. И плюс Никола у нас слепой сегодня выдал опять игру невероятную. В 8-7, по-моему, трехочковый бросил. Тяжело защищаться против такого процента. Во второй половине матча игра несколько потеряла в скорости и результативности. По большому счету победитель встречи к этому моменту уже был известен. Единственный вопрос – с какой разницей выиграет университет Югра? С результатом доволен. И качеством игры в первой половине тоже доволен. Но вторую половину, я еще раз говорю, хотели просто дать всем поиграть и отдохнуть, чтобы у нас через два дня игра, поэтому не хотели нагружать игроков. Итог матча 85-61 в пользу сургутской команды. Капитан университета Югры Николай Липоевич выдал пока свой самый лучший матч в сезоне, набрав 33 очка, забив в 10 из 15 атак. Еще 11 баллов добавил защитник Максим Кирьянов. Следующий соперник сургутян – серебряный призер прошлого розыгрыша Суперлиги – баскетбольный клуб «Самара». Готовимся как бы всегда постепенно. Сейчас сыграли с СССР, будем готовиться к Самаре, соответственно. Да, конечно, соперник все сильнее, ничего не скажешь. Такая же дисциплинированная команда, только с игроками более высокого уровня. Будем играть с ними, что ли? Мы тоже команда высокого уровня, так что будем играть только для победы. Игру с Самарой Сургутский университет Югра проведет в ближайшее воскресенье, 21 октября. Начало матча в 15.00. Вход в спорткомплекс «Энергетик» свободный. Дмитрий Круховец, Вячеслав Шаркунов, Сургут Интерновости. Все по-взрослому. В Сургуте состоялся ежегодный всероссийский турнир класса «Б» по боксу, посвященный памяти тренеров-преподавателей Югры. Эти соревнования всегда массовые, так как молодые спортсмены на них могут повысить свой разряд. Генеральным информационным партнером турнира уже не первый год выступает телерадиокомпания Сургут Интерновости. Евгений Катаев, управляющий ТРК Сургут Интерновости, с легкой руки проводит награждение. Наша телерадиокомпания часто информационно поддерживает социально значимые события. Однако девочек на боксерском пьедестале нам поздравлять раньше не доводилось. Первый бой я провела с девочкой. Она была чуть послабше. У меня получилось ее наокутировать в первом раунде. В первом бою была легкая победа. Второй бой мне дался чуть сложнее. Девочка была уже готовая. Она была второй номер на России. Но тренер дал мне определенные установки. Я их выполняла. У меня получилось. Я выиграла все три раунда. Но я довольна. Этот турнир девятый по счету, но раньше девушки не приезжали. В этом году, словно подарок для болельщиков, они больше часа были королевами ринга. У каждой свои причины и мотивация добиться успеха в боксе. У меня начал заниматься боксом брат. Я увидела, что ему это очень нравится и тоже решила попробовать. Мне нравится этим заниматься. Я не считаю, что это сильно кровавый вид спорта. У меня старший брат занимался. И я как бы сама хотела начать заниматься чем-то. И вот пошла на бокс. Мама не против была и даже поддерживала меня в этом. На ринге я довольно жестокая. А так, позитивный человек. У девчонок азарт где-то побольше даже, чем мальчишек. Сейчас девочки, я вам скажу так, что охотно идут в сексу букса. Значит, в связи с тем, что это не только уметь бить, но это очень хорошая нагрузка функциональная и прочее для похудения. Юношеский турнир открывали по-взрослому. Тут и красивые девушки с танцами, и поддержка самого настоящего чемпиона мира. Руслан Проводников, или как его прозвали в народе, сибирский роки, поделился секретом успеха с молодежью. Верить и пахать. Пахать. Вот и все. Руслан Проводников учредил на турнире собственный приз. Причем получить его мог и не победитель боя. Главное, чтобы боец проявил спортивную злость и характер. Обладателем награды от чемпиона стал Ибрагим Висенгириев. Кстати, вот я его как-то вручал, этот приз вручил на Кубке мира среди нефтяных стран, боксеру из Азербайджана, который потом в итоге занял второе место на Олимпиаде. Победителями в юниорских весовых категориях, также выполнивших норматив кандидатов в мастера спорта, стали Ибрагим Висенгириев, Роман Куемчан, Герман Пермагомедов, Арсен Гаджиев. Бой был очень тяжелый. Соперник был очень хороший. Мне не удавалось подловить его на свои удары, на мой любимый удар. Но бой состоялся в мою пользу. У меня разницы нет, где я выступаю. Самое главное – не волноваться. Я уже выступаю давно, поэтому я научился этому. Всего в турнире приняли участие 123 спортсмена из Югры, Ямала, а также Екатеринбурга. В общем юношеском зачете у сургутян три золотые, две серебряные и три бронзовые награды. Наталья Степанова, Екатерина Любешева, Сергей Коликов и Вячеслав Шаркунов. Сургут. Интерновости. Свой первый домашний матч в рамках одного из сильнейших чемпионатов Европы в субботу проведет волейбольный клуб «Газпром Югра». Сургутская команда на своей площадке примет новосибирский локомотив. Команды в этом сезоне встречались дважды, но в играх другого турнира Кубка России. Сначала в Сургуте, а затем в Новосибирске вверх взяли железнодорожники. В первом туре чемпионата России сургутяне уступили многократному чемпиону страны Белогорью, а сибиряки дома обыграли новую из Самарской области. Очная встреча «Газпром Югры» и «Локомотива» пройдет в субботу, 20 октября в премьер-арене. Начало в 18.00, вход свободный. Эти и другие новости доступны на нашем сайте indefisnews.ru. У меня на этом все. Я благодарю вас за внимание. Всего доброго. До свидания. Оператор мобильной связи активно развивается в Югре уже три года. В 2018 году количество объектов «Связи Теледва» с технологией 4G увеличилось в округе на 40%. Теперь мобильный интернет доступен в 72 населенных пунктах и городах региона. Строительство требует существенных финансовых вложений. Несмотря на это, компания продолжает предлагать инновационные продукты по выгодным ценам. На сегодняшний день очень важно говорить о том, что не дешевле, а выгоднее. А выгоднее у нас это не дешевая цена за непонятно какой продукт, а объективная или релевантная цена за достаточно необходимый клиенту продукт. С начала этого года «Теледва» в ХМАУ отмечает рост числа абонентов с 4G-устройствами на 20%. При этом среднее потребление интернета одним жителям региона выросло на 47%. Самые активные пользователи – жители Сургута, Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Коголыма, Нягани, Нефтьюганска, Урая, Мегиона, Советского, Лангипаса и Пытьяха. Компания «Теледва» в этом году обеспечила базовыми станциями с поддержкой 2G и 4G более 110 тысяч человек в самых отдаленных населенных пунктах Югры. Сейчас 4G в Югре доступен для 93% населения региона. Услуги голосовой связи для 99,5% жителей. Вместе с тем компания продолжает предлагать абонентам современные опции и тарифы. Нужно быть там, где клиент, нужно делать и запускать продукты, которые хочет клиент, понимать, в какие ситуации порой он попадает и каким-то образом помогать ему. Соответственно, «Теледва», начиная с 2017 года, поменял полностью стратегию запуска своих продуктов и перешел к тому, что на сегодняшний момент «Теледва» является, я бы сказал так, законодателем, новатором. Абоненты «Теледва» первыми получили возможность переносить неиспользованные остатки минут и гигабайтов на следующий месяц, а также менять неиспользованное время разговоров на интернет. Кроме того, оператор запустил SOS-пакет, чтобы абоненты оставались на связи даже при нулевом балансе. Останавливаться «Теледва» не планирует, а значит, в скором времени у компании появятся новые инновационные предложения. Меня зовут Иван Фирсов. Увидимся на канале «Сургут-24». В ювелирном салоне «Ринго» новинки. Фантазийные природные мотивы серебряных украшений бренда «Трента». Редчайший розовый жемчуг. Дизайнерские украшения от Ярославной Добрянской. Золотые изделия высшего качества. Цена за грамм – 2300 рублей. Ниже, чем в среднем по городу. Улица Декабристов, 9А. Кухни, спальни, детские шкафы-купе, мебель для офиса. Удивительно низкие цены. Торговый дом «Евроофис». Улица Островского, 26, 3. Телефон 510-210. Доктор Бужинаев обучался медицине с 5-летнего возраста. Сегодня высококлассный специалист проводит точное диагностирование и безоперационное лечение межпозвонковых грыж. Более 10 лет работы Александра Бужинаева в «Сургуте» показали. Все пациенты прошли курс лечения исключительно с положительными результатами. Телефон центра 90-12-13. Магазин «Витапонти». Нам 20 лет. Вам скидка 20% на все. Все шубы, зимнюю кожу, пальто и пуховики. «Витапонти», «ТЦ Агора» и «Рандеву». Ювелирный салон «Ринга» представляет обновленные коллекции «Кристалл», «Грёзы», «Бридж». Необычные формы и неповторимые дизайнерские решения завораживают. Цены официального сайта завода-изготовителя и работа на собственных площадях дают преимущество от дополнительных скидок. «Ринга» выбирайте лучшее для любимых. Декабристов 9А. Авторадио. Первое автомобильное радио. Движение. Только вперед. Авторадио. 103 и 3 ФМ. И о погоде на 20 октября. Здравствуйте в студии Айгуль Кунахович. В субботу погода в Западной Сибири будет формировать активный североатлантический циклон, доставляя в регион многослойные облака и облажные осадки, при температурном фоне почти в климатической норме. Ночью в Сургуте окрестностях облачно, с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер южный 4-9 метров в секунду, температура воздуха минус 3 плюс 2. Утром облачно, небольшой снег, на столбиках термометров около 3 градусов тепла. Днем также облачно, временами снег. Направление ветра южное 5-10 метров в секунду, температура от 0 до 5 со знаком плюс. В салонах обуви «Саламандр» поступление новой коллекции обуви «Осень-зима-2018». Распродажа обуви «Весна-лето-2018». Скидки до 70%. Скидка на всю обувь до 70% в магазине «Дисконт-центр», улица Просоюзов, 21. В течение дня солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое, атмосферное давление будет падать и составить 746 миллиметров ртутного столба. Всегда радостной покупке для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество, по выгодным ценам. Я желаю вам удачных выходных, будьте здоровы, до свидания.